Одесские общественники хотят сами выбирать чиновников. За кресло каждого они проведут публичный конкурс. Задача заключается в том, чтобы все кандидаты на данную должность были публично представлены, были публично высказаны их, скажем так, к ним замечания. Была выработана некая концепция, с которой они идут на свою должность, и чтобы было устроено публичное обсуждение и их концепции, и то, как они зарекомендовали себя в глазах общественности, в глазах людей. Конкурсантов выдвигают общественные организации, специализирующиеся в данном сегменте деятельности. Или они сами себя выдвигают, но собрав определенное количество подписей специалистов. Первый конкурс пройдет на освободившуюся должность небезызвестной Натальи Штербуль на кресло начальника областного управления охраны объектов культурного наследия. Здесь специфика в том, что это областная государственная администрация, которая является частью вертикальной исполнительной власти государственной. И теоретически здесь мнение должно, но мнение горожан, мнение общества должно, но по большому счету пока еще не обязано быть учтено. Наша задача сделать так, чтобы оно было громким, обоснованным, и не учитывать его было, по крайней мере, трудно. Каждый из конкурсантов предоставляет в проект программы своей деятельности на этом посту информацию о своей общественной и публичной деятельности. Ему необходимо заручиться поддержкой двух специалистов, которые могут его рекомендовать. Каждый из конкурсантов предоставляет свою программу. Его оппоненты высказывают свои замечания, высказывают свои вопросы к его программе. Программа публикуется заранее. Затем, так каждый из них троих предоставляет свою программу. Оппонентами выступают те, кто его конкуренты на этом конкурсе. Затем им задаются всем вопросы, которые предлагаются. Часть вопросов предлагается обл. администрации, часть вопросов предлагается общественностью и СМИ. По результату окончания конкурса вся информация предоставляется главе обл. госадминистрации для принятия окончательного решения. Общественники рассчитывают, что у Игоря Палицы не останется другого выбора, как пойти на встречу с общественниками. Они также уверены, что все ключевые должности область должна выбирать именно таким образом. Наря Сидоровская, Алексей Чаповский, Думская ТВ.